Полвека вместе, держась рука об руку, они смогли пройти не легкий жизненный путь. В Удомельском ЗАГСе по сложившейся традиции чествовали супружеские пары, прожившие 50 лет вместе. Наши коллеги из регионального телевидения Удомли подготовили об этом сюжет. Ровно 50 лет назад эти супружеские пары скрепили брачный союз. И уже на протяжении половины века берегут свой домашний очаг. Вопреки всем бедам и ненасти. В 1968 году Владимир Александрович приехал в Удомлю по распределению из Московской области для работы на молокозаводе. С будущей женой Надеждой Николаевной они жили по соседству. Гуляли по Удомле, ходили в кино, познакомился с ее друзьями. Ну и все ходили на танцы в районный дом культуры, в большой компании. Ну а потом я, естественно, сделал предложение. Ответ получил не сразу, но все равно получил потом в ответ. В этом году в Удомельском ЗАГСе чествовали 12 золотых пар. В разные годы они приезжали в Удомлю из всех уголков бывшего Советского Союза. По традиции, в дату золотого юбилея имена молодоженов вносятся в юбилейную книгу у Домельского ЗАГСа, где они ставят свои подписи, как и 50 лет назад. Сейчас жизнь развивается таким образом, что молодежь, ну к сожалению, немножко вольно относится к браку. Часто браки расторгаются. Там остаются дети, безусловно. И это, конечно, грустно. Обидеть и слышать. Вы же являетесь примером того, что нашли мудрости, прежде всего, ума, каждый из вас. Прежде всего, есть сложность сохранить супружескую верность. Каждая из этих пар является символом любви и семейной жизни. За долгие годы брака и их глаза видели многое. Но их руки продолжали держаться друг за друга. Именно эта знаменательная дата подтверждает крепость семейных уз. Ну ведь всякого в семье бывает. И раздоры, и несогласия друг с другом. Ну, помолчим часов на другой. И всё. Эти супружеские пары заслуживают уважения и восхищения. Ведь далеко не каждому семейному союзу удается пронести свою любовь через десятилетия.